Русские новости. Путинские клеветники продолжают кампанию против народного кандидата Павла Грудинина. Путинские клеветники продолжают кампанию против народного кандидата Павла Грудинина. 20 видеокамер было выставлено. Но и Тартас сделал все для того, чтобы пресс-конференция не достигла своей цели. Был посажен ведущий, который постоянно прерывал, постоянно пытался вмешиваться в то, что ему не принадлежит, а именно в то эфирное время, которое могло быть отснято именно в этот период. Его пришлось несколько раз осаживать и Грудинину самому, и Зюганову. Кроме того, дружественные видеокампании были поставлены в условия, когда их прямая трансляция фактически была сорвана. Телеканал «Нейромир» не получил доступа к проводному интернету, а эфирный интернет постоянно забивался глушилками, постоянно шли перебои по звуку, поэтому приходилось переключаться с одной камеры на другую, пытаться обмануть вот эту подлую систему. И, наконец, в зале разместились люди, которые в полной мере являются халуями этого режима, и, видимо, журналистская профессия – это уже окончательно убитая, нравственно убитая сфера деятельности, потому что вопросы, которые должны были касаться программы кандидата, их не касались. Почему они не касались? Прежде всего, потому что получено было задание продолжать клевету, а второе, потому что журналисты – это люди абсолютно невежественные, они не способны вообще понимать элементарные вещи, им по несколько раз можно объяснять, но все это пролетает мимо ушей, они просто недееспособны. Точно так же, как их любимец Владимир Путин, который с ними разговаривает на одном языке. На языке полных профанов во всем, что касается государственного управления, экономики, социальных процессов, государственного строительства и так далее. Это полные профаны. И вот на этой конференции основная задача была – отвратить внимание публики от программы, обратить ее даже не на личность кандидата, потому что можно задавать вопросы, которые высвечивают личность. Ну, там, скажем, вопросы, связанные с тем, какая любимая литература, музыка, что там кандидат думает о каких-то таких мировоззренческих вопросах и так далее. О его семье можно было спросить, если он захотел бы ответить. Нет, здесь внимание нужно было сконцентрировать на вопросе о пресловутых счетах. Все, кому нужно, информацию получили и с самого начала могли представить себе, что кампания, поднятая в СМИ, специально организована для того, чтобы дискредитировать единственного настоящего кандидата в президенты. Все остальные являются подложными и фальшивыми, включая Владимира Путина, который, еще не получив удостоверение кандидата в президенты, уже ведет избирательную кампанию, а ведущие телеканалы пропагандируют его электронный сайт. И деятельность, которая сейчас ведется путинскими якобы волонтерами, требует колоссальных финансовых вложений, собранный миллион подписей в поддержку Путина – это, безусловно, финансовое преступление. Прежде всего, потому что, разумеется, все это потребовало не менее миллиарда рублей денег. Я вас уверяю, этот миллиард уже истрачен, и этот миллиард, который украден, взят из ваших карманов, дорогие избиратели. Поэтому у нас альтернатива такая – либо государственный преступник Путин, а в ответ на его миллион подписей я лично собрал почти миллион просмотров под видео, которые ни я раскручивал, ни я распространял в сети. Но, тем не менее, это мой видеоролик, который я отснял, и в котором содержится материал о том, почему Путин является государственным преступником. Так вот, этот видеоролик собрал более миллиона просмотров. Вот, можно сказать, мой ответ Чимберлену, как говорили в прежние годы. Либо государственный преступник, о котором сказано в этом видеоролике, либо народный кандидат в президенты. Народный президент. Так вот, все-таки о режиме провокации, в котором работает Путин. Для него пиар – это все. Он никакой другой реальности не признает, кроме как той, которая создана его халуями, его лжецами. Ну и сам он является патологическим лжецом, и интеллектуально, как я сказал, уже на уровне ниже Плинтуса. То есть это человек, который вообще не способен понимать специалистов, экспертов и так далее. В отличие от Грудинина, который постоянно подчеркивают, что если я в чем-то некомпетентен, я обращусь к специалистам. И действительно, такое обращение должно состояться, я думаю, в ближайшее время по тем вопросам, которые являются более животрепещущими, чем социальные, национальные вопросы. По этим вопросам должны состояться беседы, консультации и публичные эфиры, посвященные этим вопросам. Они еще не задавались. Корреспонденты эти вопросы на пресс-конференции не задавали. А вот по счетам еще раз, я удивляюсь терпению, Павла Николаевича, который еще раз подробно обсудил и рассказал, что к чему. Про 7,5 миллиардов, которые объявлены были на государственных телеканалах, это вранье, это прекрасно, все знали, и те, кто давал это в эфир, все знали, что это вранье. Никаких 7,5 миллиардов не было. Никаких зарубежных счетов, которые предназначались бы для каких-то операций, связанных с офшорными получениями доходов, нет. Павел Николаевич Грудинин еще раз сказал, были средства, только связанные с лечением его родственников. И счета были закрыты таким способом. Деньги были переданы другому лицу, никакие деньги в Россию не возвращались. Эти 25 миллионов на лечение его ближайших родственников, на операции, которые требуют особых специалистов, их просто выбили, вывезли, изгнали из России или просто затоптали. Здесь у нас нет больше медицины, медицины как системы нет, а дорогостоящие операции, которые могли бы делать российские хирурги и другие специалисты, делаются за рубежом, потому что здесь медицины нет. Врачи есть, а медицины, здравоохранения как такового нет. Путин уничтожил все это. Так вот, эти деньги были на лечение родственников. Об этом было сказано, это можно проверить, если кому-то очень хочется продолжать копаться в чужом грязном белье. Ну, корреспонденты именно этим и занимаются. В соответствии с законом, тот, кто открыл зарубежные счета, должен уведомить налоговую инспекцию. И налоговая инспекция, я прекрасно знал, я выполнил это, счета были открыты в марте 2017 года. Это связано с личной трагедией у меня в семье. Это, ну, скажем так, мне не очень хочется это обсуждать, но вы знаете, к сожалению, некоторые операции у нас в России вообще не делаются. Но о счетах знали все без исключения. И никто о них не забывал. Их было три, они были закрыты. 28 числа у меня в кармане лежала бумага из банка о том, что эти счета все закрыты. А когда пришли документы, вот 28 числа, вдруг выяснилось, что в этом банке есть еще два транзитных счета, которые я даже о них не знал. Потому что при оформлении покупки ценных бумаг, а вы знаете, что в заграничных банках, если деньги просто лежат, то они обесцениваются. И банк предлагает такую услугу, как покупка, а потом продажа ценных бумаг. Да, действительно, у меня на расчетных счетах, потом в ценных банках, в обновлении начинку счета, как устал в операции сделать проведение, было 25 миллионов рублей. Я вам напомню, что мой доход за 6 лет 157 миллионов. Я неплохо зарабатываю. Это было разъяснено. Итак, 25 миллионов или 7,5 миллиардов. Деньги коммерческие или деньги некоммерческие. Есть разница. Принципиальная разница. А вранье было специально для этого сделано. Как это было сделано вранье? Там в графике, в котором декларировалось наличие ценных бумаг и счетов за рубежом, Павел Николаевич написал о тех ценных бумагах, которые банк закупил для поддержания ликвидности этого счета, для того, чтобы на счет приходили проценты. Это обычная деятельность банков. Он закупил какие-то ценные бумаги. Так вот эти подлецы, которые 7,5 миллиардов объявили, Они вместо того, чтобы объявить ту сумму, которая была указана, умножили эту сумму, стоимость всего пакета, на количество акций. И получили эти 7,5 миллиардов. Эта операция была сделана специально для того, чтобы ввести в заблуждение людей. Посмотрим, как действуют вот эти негодяи. Они получили разъяснение по всем вопросам. И вот снова телеканал Live задает вопросы, на которые Павел Николаевич не стал отвечать. Первый вопрос задал просто негодяй, соучастник в провокациях. Это вот такие, как их называют, папарацци. На самом деле это просто негодяи, которые вклиниваются в частную жизнь человека, начинают беспокоить его родственников, его семью, его детей, его сослуживцев и так далее. То есть не дают возможность людям высказаться, ну как могут человека на улице остановить, попросить что-нибудь сказать. Да, без проблем. Нет, эти люди гоняются за родственниками, за знакомыми, соседями и так далее. Гоняются, просто преследуют людей. И Павел Николаевич Грудинин достаточно жестко ответил. Он сказал так, он в общем-то очень корректно и лояльно высказывается. Я переведу на свой язык, как я бы сказал. Я бы сказал, мы с вами, негодяи, после 18 марта встретимся и посмотрим друг другу в глаза. И когда это произойдет, вы вспомните, что вы делали до сих пор. Вот канал Лайф задает повторно вопрос. Так вот, Павел Николаевич Грудинин ответил и на этот вопрос. Да, я сделал операцию с поймать из-за границы. Да, у меня у сестры тоже была операция из-за границы. Да, в ближайшее время будет еще немного потрачено денег, кстати, не только у моих родственников, у моих сотрудников. Вот смотрите, мы пролечили людей в Израиле, в США, там, где это может быть. В моей программе написано, что я хочу, чтобы люди сюда приезжали и здесь делали операции. Мы довели наше здравоохранение такого состояния, что приходится тратить деньги всем без исключения на операции детей там. И поэтому, да, у меня есть честно заработанные деньги, которые я подарил тому родственнику, который будет заниматься лечением моего очень близкого человека. Ну, они, в общем, все такие. Я иногда думал, что вот среди чекистов и журналистов есть люди-исключения. То есть, не подлецы, не негодяи, не лжецы. Я думал, что Максим Калашников, он же Владимир Кучеренко, не такой. Теперь вижу, что ошибся. Я думал, что Игорь Стрелков, Игорь Гиркин не такой. Я вижу, что я ошибся. Поэтому правило все-таки продолжает подтверждаться, исключение что-то вот незаметно. Но тут же встает человек, который представляется своей подложной должностью, и потом он оказывается на телеканале «Россия-24», где опять повторяется ложь, где из ответа Павла Грудинина выстригается тот фрагмент, который все объясняет. И вот целиком мы ставим то, что сняла компания «Нейромир». Виктор Сеньор, Матебедина и Промсоцентр, Санкт-Развестия. У меня два вопроса. Один про турбережные счета, но не пришла, а про форму, в которой это было сделано. Скажите, пожалуйста, у вас сначала ничего не было, это были бомберные документы. Потом у них известно стало. Потом вы сказали, что была ошибка банка, как-то, как-то, и сейчас, как-то, что это деньги на лечение. Почему нельзя было, ну, изначально сказать, да, я кандидат, у меня есть счета, я их заходу. А не вот в такой форме все это продавать и не по такой системе. И второе вопрос. Скажите, пожалуйста, в 2016 году ваше предприятие, в Голгарии, ваше предприятие вам и вашему сыну выплатило по 37 миллионов рублей. Они по СПАР походят как подачи, по ходу проходят как подачи. А при этом вчера вы сказали в интервью, что в 22 года вы не получали дивидендов совсем. Что это было? Это не запрет. Это скрытые дивиденды и что ли мы еще? Спасибо. Вопрос. Я сейчас понял вопрос. Еще раз уточните. Мое предприятие выплатило мне и моему сыну на 37 миллионов рублей. Это не право. Это не право, потому что я сейчас вам объясню, почему. Мое предприятие собхоз в имени Ленина. Собхоз в имени Ленина платит мне заработную плату. Если вы внимательно почитаете мой фонд заработной платы, а мой сын, если вы имеете в виду моего младшего сына Антона, то он работает начальником отдела аренды, не мог получить от собхоза такие деньги. Это не мысли это просто. Поэтому если вы имеете в виду мое предприятие, Только обманули тут сейчас общество. Что касается второго вопроса, еще раз. 28 числа в соответствии с законодательством мечта были закрыты. Но для того, чтобы уточнить, что вы появились в этом мечта, я бы прочитал уже, да? Но для официального река это не противоречит закону. Уточняющие сведения не противоречит закону. На день моей официальной регистрации, когда проверили все, никаких проблем с моими мечтами не было, поэтому все их меня зарегистрировали. И вы должны понять, что специально так написан закон. Тем более, что вы должны знать, что есть вещи, которые внутри банка происходят, вы даже об этом не знаете. Вы думаете, вы там дали какую-то команду банку, он и сам это сделает через транзитные счета. А вот эти транзитные счета я действительно не знаю. Это вам понятно? Мне понятно, вам красиво. Почему форму сначала? Вопрос исчерпан. Следующий вопрос. Следующий вопрос. Что касается, чтобы я не обманывал... Следующий вопрос. Вопрос исчерпан. Знаете, Андреевич, он сейчас... Вопрос исчерпан. Вопрос исчерпан. Мы даже не будем больше встречать. Ваши москопы. Вопросы. Предприятие, вот, как это вот. Я говорю о своем предприятии. А предприятие ТДВ, это совершенно другое предприятие. Не имею. Послушайте меня до конца. Вы же внимательно читаете то, что вам написано. ТДДДВ, это предприятие, которое первоначально создано с одной... японской корпоратой там... А потом перешло в совхоз, и 88% принадлежит совхозу. Но это предприятие перечисляет дивиденд. Я буду по совхозу не лене говорить. Ну, и все. А я говорю о своем предприятии, с которым я работаю. По поводу не лене. ТДДВ, я делюсь, что там 4% мои акции. Спасибо вам. Звук плохой именно по причине, что ИТАРТАС нанесло ущерб избирателям, фактически сделав все, чтобы сорвать пресс-конференцию, ухудшить качество съемки, ухудшить качество звука, не дать возможность провести полноценную прямую трансляцию. Итак, мы видим. Никаких зарубежных счетов нет. Были деньги за рубежом на цели лечения ближних родственников. Никаких подарков по 36 миллионов нет. Это было сказано ясно и понятно. Никакой олигархической деятельности, разумеется, нет. Павел Грудин не включен в пол негодяев, фамилии которых постоянно мы повторяем, постоянно мы знаем, кто это такие, это ближайшие друзья Путина. И в феврале еще американцы опубликуют список всех этих подлецов, которые вывезли из страны несколько триллионов долларов. Триллионов долларов. Все-таки вы решили обращать деньги из рубежа после регистрации принятого президента или до этого? Ну давайте так говорим. То есть последний вопрос об этом предварительном президентской компании, которой я буду отвечать в Владимир. Потому что еще раз, вы ведете совершенно нечестную и безобразную компанию по отношению к журнему. Но я же вам сказал, что от того, что я, ну что я, послал кандидата в Среднике, мои родственники не вылечились. Поэтому ты не должен ничего возвращать. Ты должен просто сделать так, чтобы родственники получили медицинское обслуживание. Эти счета были закрыты, но родственники расположены в течение. Это понятно? Главное для нас, вообще для всех, для нас главное, чтобы семья, а это вот у нас самос есть семья, да? Когда ты работаешь с людьми, это семья. В вашей семье непорядок. Вы работаете в какой-то гардерной компании. А вот у меня в семье порядок, и мы друг другу помогаем. Вот поэтому я считаю... Я подчеркиваю, что та провокация, которая организована в отношении народного кандидата в президенты Павла Грудинина, показывает нам, что Путин сам является заказчиком всего этого безобразия и является сторонником того олигархического режима, который пытается спрятаться за этими провокациями. Мы знаем, что украдены у страны триллионы долларов. Я пришла выразить огромную благодарность от людей, которые очень активно включились в вашу компанию, не ожидая, когда это сделает компартия. Это люди благородные, они все участвуют в благотворительных акциях. Это неравнодушные наши активисты. И они передают вам просто огромное спасибо за то, что вы озвучили все те темы, которые действительно важны. Это национализация, это избавление от паразитизма. И вопрос у меня вот к вам такой. Как вы думаете, почему журналисты, работающие на олигархах, все СМИ у нас держат олигархи, да? Почему они никогда не освещают ничего, что имеют там? Там наши министры, олигархи, ближние к Кремлю. Да, об этом не рассказывают. Неправда, Другина, Другина. Хотя бы так вот, это неправда на нас гастит всякие эти... Да, такой вопрос, почему вот этот молодой человек, который в зеленой рубашке, никогда не задаст вопрос на телевидении вот кому-нибудь из сен-мистров или кому-нибудь из ближайшего окружения нашего президента? Павел Николаевич, вы поняли вопрос? Вопрос я понял. Да, все, спасибо. Ответ, мы создавали такую систему долгие годы. Меня вообще-то беспокоит сильно, потому что любая власть должна быть под контролем. Четвертая власть, о которой мы говорим сейчас, это независимая пресса, она, к сожалению, сейчас находится в общем-то, что средства массовой прессы были независимы от государства и тем более от эллигархических группировок. Павел Грудинин, может, в чем мы грешим, все мы грешны. Но его грехи по масштабам в соотношении с грехами Путина вообще незаметны, они пренебрежимо малы. И даже их обсуждать стыдно и позорно. Но вот эти позорники продолжают ковыряться в этом вопросе, который абсолютно ясен. Это абсолютная ложь. Тот, кто еще раз поднимет этот вопрос, является лжецом. На нем клеймо на всю оставшуюся жизнь. Все разъяснено абсолютно. Кто не хочет знать правды, тот ее не узнает никогда. И тот останется рабом этого подлого режима, путинского преступного режима, который калечит и грабит нашу страну на триллионы долларов. Еще раз подчеркиваю, эти цифры рассчитаны и показаны именно этим. От 5 до 7 триллионов долларов путинский режим украл у нашего народа, у нашего бюджета, у нашей страны. И поэтому мы такие нищие. Наша задача этот режим сломать, открутить голову всем олигархам, выкопать, откопать все источники разворовывания страны. Кто этим занимался, они должны все сесть за решетку. Все деньги должны быть возвращены, насколько это возможно. У нас выбор. Мы не говорим, что Павел Грудинин является идеальным кандидатом. В особенности от национал-патриотов мы пока не услышали его программных установок, которые должны быть для народного кандидата в президент. Не услышали пока. Пока только обиняками что-то там сказано. Зюганов что-то вскользь сказал о русской демографии. Что-то вскользь сказал еще там. Слово русский у него прозвучало один раз за всю пресс-конференцию. Грудинин пока не сказал. Я все-таки надеюсь, что скажет. Потому что соответствующие материалы переданы его ближайшему окружению. Те насущные вопросы, которые должны быть, он, я надеюсь, осветит. Но мы сравниваем его не с каким-то идеалом абсолютно. Мы его сравниваем с Путиным. Грехи Грудинина, скажем так, на может быть, это даже в самом таком неудовлетворительном для него случае, его грехи на десятки миллионов рублей. На десятки миллионов рублей, если они даже есть. А скорее всего и этих нет. Грехи Путина – это триллионы долларов. Это несуверенная страна. Это страна, отданная иностранному капиталу и варью, которая присвоила себе все наши богатства, включая даже то, что записано за государством государственной корпорации. Они все являются частными. Они все приватизированы даже, если у них статус государственный. На Путине такие грехи, которые не отмыть ничем, ничем, даже никакое раскаяние его. Ну да, человек может раскаяться всегда. Но в этом случае его место в келье и в монастыре до конца своих дней, если он успеет. Если не успеет до конца своих дней, его место в тюрьме. И, конечно, через всенародный суд, чтобы показать ничтожество, подлость этой личности, неприемлемость всего режима, который такую личность поставил на вершину власти, и в 18 лет она издевается над нашей страной, прежде всего над русским большинством. Мы должны победить ее. Павел Грудинин – это единственный на сегодня кандидат, который может это сделать. Но сделает это только при всенародной поддержке. Сегодня его рейтинг – 80%. Я это утверждаю по разным опросам. В ЦИОМ, конечно, это все вранье. Не надо на это даже обращать внимание. Социологические опросы, которые публикуются так называемыми государственными или антигосударственными структурами, давно уже отошли от какой-либо правды. Не надо обращать на них внимания. Вот реально то, что происходит, опросы сейчас, 80% – это электорат Грудинина. Еще не верный, не тот, который реально пойдет голосовать, но потенциальный он может проголосовать. Мы должны побеждать Путина в соотношении 80-20. Тогда победа будет за нами. Никакой другой вариант нам не подходит. Небольшое различие будет нивелировано фальсификацией, на которую Путин пойдет. Он готов пойти на политические убийства, и это он показал в своей судьбе. На массовую гибель граждан он тоже готов пойти. На имитацию чрезвычайного положения, потому что начнутся какие-то взрывы и теракты, и выборы вообще могут быть отменены. Поэтому Россия, русскую власть, Грудинина в президенты. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова